Ну вот, впрочем, немало тех, кто сейчас больше обеспокоен ближайшим будущим, а если быть точнее тем, будет ли оно. Некоторые казанцы всерьез готовятся к концу света. Интернет-сообщество обсуждает, где можно переждать наступление темноты. Эльмира Заляева о мистическом ажиотаже. 21 декабря переходим просто в пятую эпоху. Профессор астрономии КФУ теорию о конце света разгромил вдребезги. Массовое заблуждение основано на крайне сомнительных фактах. Календарь Майя действительно существует, но говорится там всего лишь о смене эпох. Парад планет, которые описали древние звездочеты, по подсчетам ученых, будет не таким уж и масштабным. А планета, которая якобы должна поразить Землю, и вовсе не существует. Версию гибели Земли от влияния черной дыры профессор проверил и опроверг. Не поленился, подсчитал, что влияние этой черной дыры, на большом расстоянии от черной дыры центра галактики до нашего Солнышка, меньше, чем влияние ближайшего нашего объекта Луны, в 10-30 степени раз. Сценариев апокалипсиса масса. Гибель от воды, солнца или столкновения с другой планетой. Но все это из области спецэффектов и годится только для кино. Однако идею с радостью подхватили коммерсанты. Это отличная возможность увеличить продажи. Провизия – лишь малая часть подготовки ко дню Икс. Роман Родин в конец света не верит, но решил подстраховаться. Открываем наш бункер, спускаемся туда аккуратненько. У нас, конечно же, есть фонарик дежурный. Вот здесь можно и провести две, я думаю, недели вполне. На страхах наживаются не только продавцы продуктов. В интернете предлагают бессрочно арендовать бункер, уехать на острова или к первоисточнику массовой истерии. Родина, календарь майя становится все популярнее у туристов. Высокий же отташи среди туров в страны Северной Америки. Это в Мексику и, в частности, в Гуделупу. Потому что, по прогнозу майя, например, центром апокалипсиса как раз-таки будет Гуделупа. Очень популярны эти направления, кроме наших юристов, среди стран Америки. Кстати, билеты там продаются, и туров продаются там с билетом в один конец. Билет обратно понадобится точно, сказал профессор Наиль Сахибулин. Сам ученый тоже купил билет. Правда, на концерт, который состоится 22 декабря. Эльмира Заляева, Илья Савельев, Айдар Кунафин. Вести. Татарстан.